здравствуйте дорогие наши друзья вот мы и снова в эфире снова с вами и сегодня мы расскажем вам об удивительном чуде колокола святой броны это чудо многие века считалось народной легендой и сказкой ну кто-то верил кто-то нет пока одна очень сильная буря которая произошла в 1885 году не открыла всему миру что похоже все это действительно правда и вот начнем мы с вами с того наш удивительный рассказ сегодняшний что мы показываем вам место где находился тот самый колокол о котором сейчас пойдет речь а именно это старое кладбище города ростревор раньше назывался килбурни это место называлось килбурни и вот здесь в килбурни на берегу карлингфорд лоу озеро которое соединяется с ирландским морем стоял монастырь монастырь святой броны святая брона была ученицей святого патрика жила соответственно в пятом шестом веке и а не только создала большой женский монастырь но и при монастыре был приют в котором выхаживали моряков которые часто оказались выброшенными здесь на берег после кораблекрушения карлингфорд лоу это наша ирландская ривьера известная на всю великобританию курортное место на самом деле озеро очень коварные здесь масса рифов подводных и здесь часто бывают очень сильные бури и кораблекрушения до недавнего еще времени были к сожалению не редкостью и вот монахини выхаживали подбирали выхаживали но иногда и хоронили несчастных моряков которые оказывались здесь совершенно в чужом краю и беспомощными и вот на территории монастыря был колокол колокол не просто созывал монахинь на молитву он выполнял еще одну функцию он предупреждал о приближающейся буре даже после разрушения монастыря местные жители утверждали что перед непогодой здесь на кладбище они слышат звук колокола хотя никакого колокола уже давно к этому времени здесь не было и вот считалось это все народной легендой пока в 1885 году не произошло такое удивительное событие сильная буря повалила огромный старинный дуб пришли местные мужчины стали его естественно пилить чтобы эвакуировать его с кладбища и внутри дуба они обнаружили колокол колокол был очень древним его взяли в тринити колледж в дублине чтобы показать там ученым археологам историком и те засвидетельствовали что это колокол 8 9 века что подтверждает не только существование этого колокола но и целую большую историю которая с ним связана ну опять же подтверждает по вашей вере например мы как и все местные ирландцы верующие конечно верим что все это правда и действительно это было сейчас мы вам расскажем дальше но прежде чем мы продолжим наш рассказ и вы узнаете во первых каким образом колокол оказался внутри дерева а во вторых когда кто и зачем его отлил мы с вами еще немножко прогуляемся по старому кладбищу узнаем что-то очень интересное о монастыре святой броны увидим древний крест девятого века а также целебный источник святой броны который как верят местные жители помогает при болезнях глаз потрясающе действительно мы находимся не в музее не в каких-то археологических парках и так далее это кладбище действующее кладбище вот сюда люди ходят посещают своих близких усопших до сих пор здесь хоронят они все члены прихода католического прихода города ростревера но в самом центре вот это кладбище и вообще причина почему люди стремятся хоронить своих усопших здесь также как в килевы также как и в других исторических местах ирландии это потому что здесь всегда был монастыр из-за трагической истории ирландии этот монастыр был потом запустение ну не только запустение его просто разрушили многократно девятом веке разрушили его викинги потом его восстановили нормандцы потом уже когда была протестантская реформа эта реформа реформа звучит красиво но на самом деле просто запретили католичество закрыли все монастыри и все монахи верующие люди католики шли в подпуле и вот поэтому среди этих развалин люди продолжали хоронить своих усопших развалины храма здесь который стоит это развалины 15 века однако это не означает что этот храм построили в 15 веке нет это один из древнейших монастырей ирландии его основала святая брона и фундамент вот это вот здание 15 века датируется к шестому и может быть даже более ранного периода 5 века однако кроме вот развалины 15 века у нас есть тут еще и сведения с времен первое тысячелетие первую очередь крест который здесь сзади меня датирует его 9 8 века представьте себе это больше тысячи лет также здесь находится родник родник святой брона люди к нему те все которые ходят сюда на кладбище также идут молиться у этого святого источника это целительный источник чудотворный источник источник святой брона как и другие святые источники ирландии и британии это место конечно существовал и в дохристианском периоде но в христианском периоде когда распространилась монашеская жизни церковная жизнь в первом тысячелетии до похода викингов вот все эти языческие святые места преобразовались или приняли святое крещение можно так сказать вместо того чтобы уничтожать старинные деревья священные деревья священные рощи священных камней или священных источников их просто можно сказать преобразовали и осветили и дали им новое библейское христианское значение колокол святой броны хранится в храме пресвятой богородицы звезды морской сам по себе этот храм очень интересен это главный католический приход деревни растревер и стоит он с 1806 года на месте более древнего храма который был построен еще в 15 веке божью матерь называют звездой морской со средневековья как минимум а впервые такой перевод ее имени дает еще блаженный ироним древний святой подвижник 5 века своей книги он и мастикон конечно это ошибка но настолько подошел титул богородицы что стал очень распространен путеводная звезда звезда моряков звезда морская и вот очень многие храмы которые находятся в приморских городах посвящены именно матери божией звезде морской и вот если мы с вами войдем в этот храм и повернемся от алтаря направо то мы увидим стене небольшую нишу в которой и хранится колокол святой броны а рядом висит документ 1885 года рассказывающий во всех подробностях историю о том как колокол был найден в документе сказано что в монастыре святой броны подвижница 6 века на ветвях большого дуба висел колокол который служил как бы гонгом или как мы называем в православной традиции билом для созыва монахинь на молитву и вот со временем когда монастырь был разрушен викингами в 9 10 веке колокол как бы зарос дерево зарастило колокол и он оказался внутри его ствола и когда нормандцы в 11 12 веке восстановили монастырь уже никто не знал где находится колокол святой броны однако в течение многих веков местные жители утверждали что проходя мимо кладбища порой слышит звон колокола что неизменно предвещает плохую погоду как написано в документе этот звук заставлял местных жителей всегда содрогнуться перекреститься помолиться о всех усопших лежащих на этом кладбище и поспешить скорее домой в укрытие от дождя и ветра и вот в 1885 году в одну ненастную осеннюю ночь которую все помнят как ночь сильного ветра повалило огромное дерево и когда его распилили то внутри и был обнаружен этот самый колокол ученые датировали его десятым веком если вам интересно знать больше о древних ирландских святых приходите на мою вторую лекцию цикла древние ирландские святые первого тысячелетия лекция пройдет 27 июля на нашем сайте топос и после эфира конечно можно будет смотреть в записи подписка стоит 350 рублей и записаться можно по ссылочке в описании к этому видео буду очень рада вам какой чудесный лес в ростреворе и что интересно этот лес носит древнее название этого места килбурни так и называется килбурни парк а еще интереснее то что именно здесь произошла та самая история благодаря которой был отлит колокол который мы только что с вами видели один из местных князей по имени фергус отправился на охоту день был ясный прекрасный в то время в наших горах а это горы морны водились олени и всякой прочей дичь и вот он и его люди очень удачно охотились но тут начался сильный ветер полил дождь шторм непогода загнала это их в пещеру они спрятались в пещере и вдруг мимо пещеры проносится необыкновенной красоты олень животное было настолько благородно и красиво что у фергуса разгорелось сердце поймать этого оленя и взять его в свой замок забыв о непогоде он выскочил из пещеры и бросился вверх по склону за оленем который тут же исчез в тумане он долго преследовал животное пока наконец не настиг его но тут он увидел что на этого оленя охотится его соперник князь соседней территории по имени артакс фергус очень рассердился артакс вероятно тоже артакс пускает стрелу желая первым убить оленя но попадает в гончую фергуса собака тут же на месте умирает и разъяренный фергус стреляет из лука в арене артакса артакс падает пораженной стрелой скатывается куда-то вниз фергус даже не удосужился посмотреть остался ли он живых он взял на руки свою убитую собаку и оплакивая ее как написано в этой истории вернулся к своим людям однако совесть пробудилась довольно скоро и стала упрекать его за то что он не только не проверил жив ли артакс но даже не сожалел о своем поступке и вот в покаянии фергус решает отлить колокол а также 12 бронзовых подсвечников и пожертвовать их монастырь святой броны который был тогда уже более 200 лет существовал в ростревере тогдашняя гумия монастыря приняла эту жертву и повесила этот колокол как рассказано в истории на ветвях большого дуба который стоял на древнем монастырском кладбище для того чтобы колокол созывал монахинь к молитве и также чтобы его звон напоминал о покаянии фергуса и был также погребальным звоном по душе усопшего артакса фергус не остался доволен своим этим пожертвованием и решился на еще большее покаяние он отрекается от главенства над своим родом то есть от своего княжества и уходит в паломничество намного десятков лет где он побывал в каких местах в риме ли а возможно и в палестине возможно в иерусалиме этого мы не знаем вернулся он много десятилетий спустя глубоким стариком чтобы умереть на родине и что же он обнаружил за это время начался уже девятый век напали на ирландию викинги он увидел что растревр весь разорен сожжен монастырь святой брона лежит в руинах и он идя по кладбищу с удивлением находит свой колокол также висящем на большом дубе а около колокола стоит на коленях старый старый человек и молится когда фергус подошел и опустился рядом с ним на колени для молитвы два старика посмотрели в глаза друг другу и моментально друг друга узнали невероятному удивлению фергуса это был тот самый князь артакс которого он считал убитым оказалось что стрела только ранила его его нашли местные пастухи выходили и когда артакс узнала поступки фергуса он также обратился и стал глубоко верующим человеком и всю жизнь молился за фергуса приходя в этот монастырь к этому колоколу пока монастырь не разорили викинги не лишним здесь сказать что когда викинги сожгли монастырь святой брон и все монахи не того монастыря тогдашние стали мученицами мы сегодня рассказали вам историю которая произошла более тысячи лет назад однако обретение этого колокола как нам кажется очень символично потому что звук его призывает на молитву и сегодняшних христиан конечно церковная история в ирландии ну как и во многих других странах впрочем была достаточно сложной и драматичной и конечно в большинстве своем сегодняшние ирландцы не отличаются такой набожностью таким аскетизмом как жители прошлых веков однако и сегодня в ирландии есть очень глубоко верующие католики и протестанты и конечно же православные притом всех национальностей православные ирландии это не только русские или украинцы это также и местные ирландцы и англичане но и многие другие нации которые давно уже здесь живут и тоже стали местными и вот звук этого колокола созывает на молитву всех нас конечно сегодня вот это древнее благочестие наиболее всего хранят православные но тянутся к нему и католики и протестанты и мы это видим здесь изо дни в день поэтому и стараемся в своих видео провести как бы эту невидимую нить между прошлым и настоящим ну а на сегодня мы прощаемся с вами друзья до самых скорых встреч до новых открытий